Наша сегодняшняя с вами встреча посвящена тому, что нам всем делать в новых социальных сетях или кому-то в старых, куда бежать, какие инструменты хвататься, какой контент вообще готовить, надолго ли переобуваться. Сразу спойлер, насчет надолго не знаю, поэтому держать в уме, что, возможно, у вас после этого всего будет или больше площадок, или вы будете что-то тестировать и возвращаться на какие-то площадки, когда они снова откроются. То есть не удаляем ничего прямо совсем с концами, все, что можно из контента, из описания, из продающих текстов, сохраняем. Ну, про это еще поговорим. Скажите, пожалуйста, кто со мной знаком, поставьте в чате плюсик, пожалуйста. Давайте так, кто меня знает прямо хорошо, лично или бывал уже на моих всяких образовательных штуках, поставьте даже целых два плюсика. Кто обо мне просто что-то слышал, как-то краем касался, поставьте один плюсик. Кто пришел с рассылок, рекламы, каких-то партнерских репостов, поставьте плюсик-минусик. Буду понимать, насколько знакомая и теплая аудитория. Пока чатик посматриваем. Я вижу даже три плюсика. Очень хорошо знаю вас. Ага, ну, в основном знакомая аудитория. Тогда я не буду много рассказывать о себе. Но я вообще предпочитаю больше говорить по делу, чем рассказывать о себе. Кратенько расскажу, почему я вам собираюсь рассказывать то, что собираюсь рассказывать. Меня зовут Терехия Поланская. Я самаягодный маркетолог. Я руководитель маркетингового агентства Брусника. И у меня уже весомый опыт в маркетинге. В 2005 году я впервые начала работать в отделе маркетинга и пиара в одном холдинге. В 2010 году я стала погружаться в мир СММ. С 2011 года я им в том числе стала заниматься. В 2013 году запустила работу агентства Брусника. И, в общем-то, мы так и работали. Мы работали и с маркетингом, и с брендингом, и с дизайном, и с социальными сетями. И в то время, как многие побежали из брендов в Инстаграм, активно его осваивать, цель забрасывать и все остальное, мы всегда просили наших клиентов не делать ставку только на Инстаграм. Не выходить из ВКонтакте, особенно если мы говорим про Петербург или другие крупные города-миллионники, что, да, несомненно, там в Фейсбуке есть своя русскоязычная аудитория, Инстаграм прям очень такой лакомый кусочек. Но те, кто оставались в ВКонтакте и продолжали в нем работать, те имели свой трафик, свои сообщества, и все это жило даже те годы, но пока многие компании, специалисты на эту соцсеть не обращали внимания. Я опытный преподаватель, автор ведущих курсов, которые временно закрылись, больше не хочу преподавать много, но готова с вами поделиться тем, что сейчас собрала, сама узнала, наработала, ну и уделить время вашим вопросам. Итак, что случилось с рынком интернет-маркетинга? Я думаю, что вы все в курсе, что в марте этого года постепенно стали отваливаться разные рекламные каналы и соцсети. Сначала Роскомнадзор заблокировал Фейсбук, потом Фейсбук сказал ответное «Окей», возможно, не на Роскомнадзор на всю ситуацию, и заблокировал работу с рекламой, причем, как, я думаю, вы знаете, если вы связаны с бизнесом или с маркетингом, через Фейсбук настраивается и реклама Фейсбука, и реклама Инстаграма, поэтому в какой-то момент сеть Инстаграм работала, но опция работы с рекламой уже была недоступна. Несколько дней российский пользователь понаслаждался пустой, чистой лентой, без рекламы, вспомнил давние времена, полюбовался, наконец, нормальными охватами в сторис, после чего Инстаграм был тоже заблокирован на территории Российской Федерации. Кроме того, Гугл сказал, что он не будет делать контекстную рекламу на территории Российской Федерации, поэтому, несмотря на то, что Гугл и Ютуб работали, не было возможности настраивать в этих каналах таргетинговую рекламу. Плюс, насколько я знаю, Ютуб периодически замедлялся, и в какой-то момент ТикТок тоже заблокировали. Я очень сочувствую всем блогерам и тем, кто зарабатывал на этих каналах. Я даже боюсь представить себя на их месте. Наверное, слава богу, что мы с вами на месте бизнеса, и у нас есть какие-то рычаги, мы можем поменять площадки. Что можно сделать сейчас с этими соцсетями? Конечно, Facebook и TikTok мы можем продолжать получать информацию и как-то размещать материалы через VPN в ТикТоке. Instagram мы можем продолжать чтение и постинг через VPN. И как пока мы видим, у каких-то провайдеров вообще блокировка не стоит. У части людей просто даже через LTE, мобильную связь работает Instagram. Но я подозреваю, что это история последних дней. С VPN мы, наверное, сможем туда заходить, но бизнес боится даже постить, потому что вдруг это, ну, в общем, скажется юридически на них. Что мы можем делать с Google? Это пытаться вспомнить навыки SEO-оптимизации своих сайтов. Ну, в Instagram пока можно. Пытаемся как-то через контент, через взаимные посты и упоминания, примерно на половине своего трафика, у кого-то больше, у кого-то меньше, еще продавать и перегонять аудиторию в другие соцсети. В YouTube можем постить контент, но он тоже в зоне риска. И поэтому нам нужно куда-то переезжать, по крайней мере, параллельно с теми каналами, что работают непонятно как, осваивают другие каналы. Куда идти бизнесу? Конечно же, туда, куда переходят пользователи. Куда переходят активнее всего на текущий момент пользователи, блогеры и бизнес. Они переходят в сервисы ВК. Раньше мы знали этот холдинг под названием Mail.ru, то есть в свое время объединились ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир и поисковик Mail.ru, и теперь это все под агидой ВК работает. Там же и работает кабинет MyTarget. Это тоже единая система настройки рекламы на Одноклассники и Мой Мир. И еще аудитория пошла в сервисы Яндекс. С одной стороны, вроде как, появилась будущая возможность для развития Яндекс.Дзена, и про него я подробнее тоже сегодня поговорю. Ну и каких-то других сервисов Яндекса, но все оказалось не так просто. Буквально сегодня я ходила в Дзен на разведку. И, в общем, там есть свои беды на текущий момент. Я немножко поделюсь тем, что увидела сегодня, и еще буду про это писать у себя ВКонтакте. Ну, если интересно, если вы меня ВКонтакте не читаете, например, в Телеграм-канальчике моем маленьком читаете, напишите, я там буду дублировать контент, потому что как-то я его старалась разограничить. И аудитория пошла в Телеграм. Что делать с рекламными каналами? Рекламные каналы, то есть официальный трафик, откуда мы можем получать пользователей за деньги в большом количестве, это, если говорить про контекстную рекламу, Яндекс.Директ, если говорить про таргетинговую рекламу, Таргет, ВК и остальные каналы, МайТаргет. С рекламой каналов в Телеграме это сложно, это дорого и для многих из нас вообще не очень эффективно. Сейчас я загляну в чат и предлагаю, если у вас есть какие-то пока вопросы по площадкам и социальным сетям, то можно их вот в чатике как-то задать. Ава Ирина задает интересный вопрос. Поделись, пожалуйста, на международном опытом. В текущей ситуации бизнес делится на внутри, на России и вне? Ну, да, потому что это чисто экономический бизнес с российскими, с заблокированными карточками, с заблокированными каналами, с неким бойкотом из других стран, с заблокированной логистикой, с отсутствием перелетов. То есть действительно у нас теперь есть как будто бы такой российский рынок и то, что мы можем делать с ним. Есть рынок международный, и те, кто нацелены были на аудиторию других стран, конечно, им сейчас нужно как-то менять формат бизнеса, потому что не очень понятно, когда все заработает. Ольга делится, что мы изучаем Тенчат. Вот у меня к нему возник некоторый вопрос. Надо мне его тоже скачать и изучить, но я подозреваю, что это все-таки будет такая разовая опция, как с Клабхаусом. То есть в свое время все побежали, все стали делиться приглашениями, инвайтами, как-то осваиваться, боялись потерять позиции, боялись, что, не знаю, займут их ники, но довольно быстро потеряли интерес, потому что сейчас и так и людям, и бизнесу сложно сфокусироваться. У них есть лента ВКонтакте, а нужно ли делать группы ВКонтакте, а нужно ли делать встречи ВКонтакте, а нужно ли делать Телеграм-каналы, Телеграм-чаты, а нужно ли продолжать вести через VPN другие соцсети, поддерживать Facebook и Instagram, а нужно ли осваивать Яндекс.Дзен. И я подозреваю, что в Тенчат придет, какое-то количество там деловой аудитории немножко потусит, но если сам Тенчат не вложится и не сделает какую-то масштабную имиджевую историю и активное продвижение, как и соцсетка типа Ярус, я еще даже не скачивала, чтобы посмотреть, если честно, не успела. Мне кажется, это такие мертворожденные истории, пошумят все, что у них очень много скачиваний, много пользователей, а потом все оттуда вернутся туда, где хотя бы кто-то есть знакомый, привычный и так далее. Вижу вопрос про одноклассники. Сейчас, одну секундочку, чуть-чуть его подкручу. Стоит ли идти сразу в две соцсети работы для контента Instagram VK и одноклассников? Анастасия, для того, чтобы я вам подсказала, есть ли смысл в одноклассниках, напишите, пожалуйста, какой бизнес вы представляете и в каком регионе. Потому что вот нашим петербургским, московским клиентам, если у них нету клиентов типа по всей России, где-то в провинции, или клиентов очень возрастных, я пока советую подождать и инвестировать внимание, время и усилия все-таки на ВК, например. Может быть, на Яндекс.Дзене, в зависимости от специфики. Может быть, на рассылках. Контент Instagram VK. И вот Instagram VK и одноклассников может работать, если он у вас был хороший, качественный и так далее. И у меня коллеги из дела рекламы, например, бизнесам советуют хорошие продающие посты из Инстаграма. Забирайте в ВКонтакте и крутите их обязательно в Таргете ВКонтакте. Они точно так же могут отрабатывать. То есть если вы годами нарабатывали интересный целевой контент, брали интервью своих экспертов, придумывали какие-то лайфхаки про свой товар, услуги, и это актуально до сих пор, не изобретайте велосипед, не надо придумывать новый контент, если у вас не было во ВКонтакте. Просто потихоньку переносите старый контент-план и размещайте его в ВК. Если у вас аудитория та же, и вы ее частично забрали, и вы будете догонять ее рекламой, то, скорее всего, они будут так же хорошо реагировать на тот же контент. Екатерина спрашивает, будет ли запись Zoom, а сама никуда не ухожу. Коллегам рекомендовала посмотреть записи. У нас был коварный план для тех, кто взял и не пришел к нам продавать это видео за целых 500 рублей. Посмотрим, если запись получится хорошая, то будем наш коварный план осуществлять. Ирина пишет, что кто-то возвращается в Clubhouse ненадолго. Видимо, да, для меня вся ситуация, как будто все стоят и начинают, не знаю, перестали стоять на месте и красиво улыбаться, начали бегать вот так вот во все стороны, сталкиваться лбами, попытаться обосноваться во всех-всех соцсетях. Скоро все устанут, потому что все-таки, ну, у нас нет бесконечных ресурсов на СММ. Возьмут два, ну, три канала и начнут там адекватно работать. Точно так же и пользователи. Они все-таки приземлятся, приземлятся, почистят свои ленты, от чего-то отпишутся, на что-то подпишутся. Пойдет нормальный таргет, к сожалению, подорожавший в силу конкуренции. И все потихоньку заработает обратно. Сейчас. Был трафик только с таргета в инсте. Теперь непонятно, куда идти с продвижением дорогих продуктов и услуг с визуальной составляющей. Как вы думаете, есть ли смысл, и со шансом у Пинтерест? Все-таки Пинтерест это очень своеобразная аудитория. И это люди, которые сами, скорее всего, либо что-то делают, либо там коллекционируют. То есть Пинтерест не заменит нам Инстаграм. Скорее шанс больше у ВКонтакте или Яндекса, если они переобуются и продумают какую-то ленту фото. Это какой-то... Вот Яндекс, например, давал возможность спарсить часть собственных постов с текстами в, типа, URL вашей страницы .businessite.yandex.ru Сейчас боюсь наврать со ссылкой. И если они успеют как-то, в общем, кодеров немножко ускорить, то, возможно, они выкатят что-то, типа, дополнительно к дзену, к текущим форматам дзена, типа Инстаграма. Подождите, выдохните, попробуйте задействовать ВКонтакте по таргетинговым параметрам. Все-таки там та же аудитория, ну, туда сейчас пошла. И Яндекс.Директ как контекстную рекламу. Но для этого нужен сайт со своей... с продающим контентом, с визуальной составляющей. Так, про фитнес-тренера, Ань, сохрани вопросик, пожалуйста, это на потом. Поговорим про персональные стратегии. Marketplace, SPB, площадок для мероприятий. Наверное, вам не надо, Анастасия, вы одноклассники. Это сейчас какой-то более дикий ресурс. Сначала освоитесь ВКонтакте и запустите нормальный трафик из Яндекса. И там дальше смотрите. И опрашивайте пользователей. Ваши клиенты, ваши пользователи сами вам могут в рассылках, в личных коммуникациях, при звонках рассказать, где они сидят. Ольга пишет, что судя по тому, что постят создатели один чат, скоро у них будут сторис, чаты, паблики, но не будет рекламы и это останавливать. Я думаю, что если есть ресурс, попробуйте зайти туда, освоиться, посмотреть, ну, как бы не убудет. Сейчас ключевые ставки по бюджетам я бы делала на ВК и Яндекс и по остальным каналам я бы дала себе возможность подышать, посмотреть и пообщаться со своей целевой аудиторией, поспрашивать их. Актуален ли мой вебинар для сетевого бизнеса? Ну, наверное, да, через личный бренд, через различные страницы, через рекламу в пабликах когда-то сетевой в ВКонтакте продвигался. Я думаю, что сейчас время встряхнуть пульс этих инструментов. Так, работает ли в ВК реклама через блогеров и всегда какой формат выбирать? Александр спрашивает. Саша, это классный вопрос, очень интересный. С блогерами смотрите так. Если вы находите блогеров, которые уже давно имеют большую свою аудиторию во ВКонтакте и вы понимаете, что это не свежеперебежавший с другой соцсети блогер, тогда можно тестировать и смотреть. Еще можно работать с нано-инфлюенсерами, как это называется, с микроблогерами. То есть, это лидеры мнения, это люди, у которых свои реальные тысячи, две, три, там, пять, десять друзей и подписчиков или люди, которые ведут какие-то интересные паблики, через них есть смысл рекламироваться, потому что у них есть своя лояльная аудитория. Если это блогер, который вот еще недавно был миллионником в Инстаграме и внезапно он уже почему-то многотысячник, многосотни тысячник и миллионник в ВК, есть такой нюанс, что возможно он купил какое-то сообщество, чтобы не терять вот эти свои цифры и начал развиваться и продвигаться в нем, но скорее всего это сообщество дает ему мертвые охваты, и за это я бы сейчас не стала платить. Работать вручную через знакомых лидеров мнений, предлагать им какие-то офферы интересные, вот это для многих бизнесов сейчас может быть действительно выход, ну и плюс по возможности все-таки таргетинг. Не бросайте его, потому что сейчас если начнете разбираться, то есть шанс, что у вас через пару недель он хорошо разойдется и будет работать. Сейчас будет расти только конкуренция за бюджеты, поэтому я очень советую этот канал. Юлия спрашивает, интересно, как разделять контент между соцсетями? Тоже вопрос между какими? Вот, наверное, ВК, Инстаграм и Фейсбук, если вдруг вы пользовались сразу несколькими, можно продолжать делать одно и то же. В Телеграм-канале я бы не стала копипастить просто какие-то развлекательные посты, потому что там все перегреты информации, там нет удобного интерфейса, чтобы смотреть и читать, поэтому там только совсем ключевое, самое важное, самое полезное, ссылки на какие-то там онлайн, офлайн события, вот может быть так. Выкладали инструкцию, как перенести контент ВКонтакте, да, это можно пользоваться, сфера путешествий, Инстаграм очень заходила, слушайте, Елена, я вот боюсь, что сейчас премиальные путешествия, они в принципе будут сложной ситуацией, но если у вас есть своя база, сделайте по этой базе рассылку, позвоните людям, спросите, в какие соцсети они перешли, как вам с ними остаться на связи, вот только так через коммуникацию, потому что никто, кроме ваших клиентов, не знает, где они сейчас находятся, и маркетологи могут строить только гипотезы, но зачем вам тестировать гипотезы, тратить бюджеты, если вы можете спросить сначала, а потом построить стратегию. Катя пишет, что ВКонтакте можно смотреть новости только фотографиями, иногда это намного более конкретная лента, но это тоже такая, знаете, припарка немножечко, какой-то костылик. Так, конкретные вопросы про инструкторов по фитнесу и практикам поговорим потом, ближе к концу про персональные стратегии. Анастасия спрашивает, насколько эффективно работают клипы ВК по сравнению с Инстаграмом Рилс, или лучше делать акцент на постах. Очень зависит от того, насколько классные у вас эти клипы и ролики. Я пока сама формат клипов только изучаю, потому что у меня есть несколько заготовленных видео для Рилсов, но я, например, понимаю, что, скорее всего, даже я нашла тот же трек, на котором у нас этот Рилс снят, но я, например, пока сама не смогла придумать, как их склеить внутри ВКонтакта, чтобы, если там вообще выдача облака клипов по звуковой дорожке. То есть посмотреть, поизучать формат клипов, понять, можете ли вы делать что-то трендовое, что-то трендовое именно в ВК, и тогда есть смысл это запускать. И клипы, они дают охват на незнакомых вам людей. Вот это то же самое свойство, что у ТикТока, что у Рилса, это охваты тех, кто на вас не подписан в том числе. Поэтому тестировать этот формат можно, если вы понимаете, что вы понимаете логику создания этих роликов. Для работы со своей аудиторией, если она у вас вдумчивая, тем более, лучше делать акцент на постах, то есть совмещать это и другое, а там сообразите куда больше внимания. Бесплатные способы продвижения ВК, ну, как личный бренд, личные коммуникации, обмен постами, партнерские посты, гостевые посты с другими экспертами смежных отраслей, коммуникации в группах по интересам, в профессиональных сообществах, вот такое, на первый взгляд, плюс привлечение из оффлайна в свой ВК людей, везде повестить, где вы есть. Есть ли какие-то инструменты ВК для набора подписчиков на совсем новый аккаунт, кроме Таргета, ну, опять же, размещение рекламы у себя на личной странице, анонсы в тематических группах может быть, но я к ним отношусь плохо и сложно, потому что реклама в пабликах, она часто сильно менее эффективна, чем реклама в Таргете. Наверное, смотрите, важный момент, сейчас я тогда перейду к форматам, которые есть ВКонтакте, все равно мы и идем к этому и затронули, и станет чуть-чуть понятнее, вот что делать ВКонтакте. То есть, так, сейчас давайте я вернусь к вопросам про тренеров, так как у нас было их целых два похожих. Как продвигаться фитнес-тренеров, какие соцсети лучше идти, в каких соцсетях лучше продвигаться инструктору по оздоровительному традиционному фитнесу. Смотрите, я думаю, если вы, особенно в Петербурге, в Москве, в каком-то там городе-миллионнике, то вам важно завести личную страничку ВКонтакте и, возможно, на ней даже остановиться. Вообще, вот эта система, если вы доктор и у вас не клиника, если вы психолог, коуч, фитнес-тренер, консультант по нутрицептике, таролог, астролог, таргетолог, то есть, не знаю, дизайнер, человек, который индивидуально оказывает какие-то услуги, либо у него совсем маленький бизнес-проект, в основном все идет через него, то вам важен будет такой инструмент, как личный бренд и его лучше создавать и продвигать через личную страницу, потому что, если вы посмотрите по своим знакомым, клиентам, пациентам, партнерам, скорее всего, у вас есть хотя бы несколько сотен знакомых, которых вы можете сразу добавить в друзья ВКонтакте, в группу вы этих новых людей никак не затащите, потому что вы им должны будете писать, уговаривать, просить, вступить у людей, так перегрузка информации, но подобавлять друг друга в друзья это не сложная штука и все тоже заинтересованы в аудитории, так что эти люди у вас будут. Дальше важно будет на своей странице рассказывать о том, кто вы, чем занимаетесь, показывать какую-то практику, рассказывать какие-то кейсы, делать продающие посты, и тогда есть шанс, что вот эта ваша аудитория, с которой вы и так были раньше на связи в других соцсетях, с вами задружится и будет на вашу информацию реагировать. то есть по аналогии с Фейсбуком и Инстаграмом ВКонтакте это работа над личным брендом, представленными инструментами, то есть в первую очередь это ваша личная страница. Если что-то изменилось, коллеги, поправьте, пожалуйста, меня. В какой-то момент ВКонтакте внедряла возможность продвигать посты на своей личной стене, если это важно, то есть это они прямо года два назад интегрировали, или полтора, но в общем довольно давно, по-моему, они не отменяли эту опцию, поэтому вам необязательно заводить группу или страницу, чтобы продвигать посты свои продающие на новую аудиторию. Наверное, есть некая сложность, не всегда ваш новый потенциальный клиент готов добавляться к вам сразу в друзья. Может быть, надо закрывать его через какой-то лендинг, через какого-то бота, какую-нибудь рассылку, например. Но тем не менее, хорошая новость заключается в том, что необязательно сразу создавать группы и сообщества и думать, вот сидите там с нулем, что делать, как за это все конкурировать. Кроме того, если вам важно самовыражение в качестве блогеров и вы сами лидер мнений, то у вас в распоряжении опции текстов, подкастов, трансляций, клипов, размещения видеороликов, забыла сюда написать. Можно делать подборки, плейлисты видеороликов, можно подписываться только на плейлисты какие-то определенные, то есть можно быть и видеоблогером ВКонтакте. Ну вот, а если прямо бизнес-бизнес, то тут уже продвижение группы или сообщества. Смотрите, формат продвижения, личная страница, это must-have для всех пользователей, потому что без нее вы не создадите группы или сообщества. Для тех, кто сам себе бренд. Но вот я знаю, что на меня подписывался испанский по скайпу ВКонтакте, и это нарушение правил ВКонтакта, за это могут забанить. Если вы всех клиентов на такой страничке у себя аккумулируете, потом можете просто их потерять навсегда. Если вы, не дай бог, привяжете банковскую карту и рекламный кабинет к такой страничке, все схлопнется, тоже прощайтесь с бюджетами. Если такая страничка сделает еще и сообщество, и как бы это будет главный владелец страницы, то еще и сообщество может схлопнуться. То есть личная страница, свои официальные паспортные данные, чтобы всегда иметь возможность ее доказать, восстановить и пользоваться. И уже от личной страницы создаете публичную страницу либо группу, в которой, если у вас бизнес, постите продающие посты, анонсы, делайте там товары, продвигайте ее. Есть формат мероприятия, сейчас я все быстренько покажу. То есть вот личная страничка, мы через нее общаемся, там можно создавать группы, публичные странички, взаимодействовать с другими пользователями, быть блогером. Взаимных друзей может быть 10 тысяч, дальше могут люди на вас подписываться бесконечно. Вон тут мы видим старый скейншот странички Павла Дурова, и у него было 5,9 миллионов подписчиков. То есть количество ваших подписчиков не ограничивается. правило то, что создание личных страниц не настоящих людей запрещено правилами сайта, я поговорила, пожалуйста, не рискуйте, и более того, на какую-нибудь конкретную Аню Иванову подписаться, подружиться с ней намного проще и приятнее, чем со спам-страничкой, которая предлагает услуги. публичная страница это почти то же самое, что и группа. отличаются каким-то количеством технических нюансов. На самом деле много лет фактической разницы, что вам создавать не было. Группы вам пригодятся, если вы хотите делать закрытые форматы, то есть у вас там девичник или закрытое сообщество, или мастер-майк группа, или вы делаете марафон на площадке ВКонтакте. Тогда вы можете делать группу и делать ее закрытой. На блок создания меню даже не смотрите, он какой-то у меня тут с очень древних пор остался. Меню через виджеты сейчас наверное уже сложновато. В общем меню через виджеты можно создать и в группе и на публичной страничке. То есть группа подходит как для продвижения товаров, так и для объединения людей по схожим интересам. Если вы хотите создать какое-то комьюнити, закрытое сообщество, деловой клуб, вы можете это сделать как в формате чата ВКонтакте, так и в формате закрытой группы. Так и в формате закрытой группы, к которой идет дополнительный чат для коммуникации. Ну и мероприятие это формат для встреч, событий, мероприятий. Оно когда-то было довольно эффективным, но потом из-за перегруза информации я прямо видела, как они перестают работать и люди даже не видят, что их туда пригласили. И я в презентации собрала ссылочки, презентацию мы вам разошлем через бота обязательно. Аню Шанова, я тебя прошу, пометь, пожалуйста, чтобы мы не забыли это сделать, про презентацию. Тут ссылочки на мои статьи из ВКонтакта с разными мануалами, то есть варианты присутствия, что там и как делать, с чего начать обосновываться ВКонтакте, что привести в порядок, на что посмотреть, как настроить ленту ВКонтакте, чтобы видеть что-то, что вам интересно, не удаляя людей из друзей, не отписываясь от сообществ, которые могут вам однажды пригодиться, и про переезд из ВКонтакта и про рекламу какие-то полезные нюансы есть. Это все-таки перссылочки, мы сейчас с вами не будем их смотреть, потом в презентации сможете их нажать, либо просто переходите на мою страничку ВКонтакте, я думаю, что вы все ее найдете, это Хипполанская, и там эти статьи за последние пару недель лежат. Я сейчас загляну в чат, сейчас, инструменты для надбора, массажист, массажист примерно как тренер, а не получается с личной страницы перенаправлять на сайт, например, с услугами. Да, такое тоже возможно, то есть, например, запись на лендинге, чтобы записаться или там ознакомиться с нашим прескорантом можете на сайте. Это тоже окей, хотя, смотрите, если у вас прямо личные услуги, лучше их описывать во ВКонтакте, вы можете создать объявления с услугами, договариваться о коммуникации через личные странички. Если у вас бизнес, то лучше все-таки иметь какую-то группу, хотя бы как некую витрину для того, чтобы люди могли найти ваш бизнес. Если они не хотят добавлять вас, друзья, то они могли бы добавиться в эту группу и висеть как закладочки, как мы иногда подписываемся на кого-то в Инстаграме, потом дозреваем или пост добавляем в закладки, не подписываясь даже, и потом через какое-то время, когда нам надо, мы туда переходим, где закладка, мы находим. Так, сейчас смотрю, что еще пишут. Что Юля имела в виду, не понимая, что вариант выказа с публичной страницы, а не личный. Это, видимо, где-то в коммуникациях, комментарии. Меню во ВКонтакте в старом виде, как мы его делали в разметках, штука неактуальная, но меню через виджеты, где вы можете дать виджет рассылки, виджет на ваши товары, виджет в альбом с отзывами или в тему с отзывами, виджет чата, например, если у вас комьюнити, это может быть актуально. Екатерина задает интересный вопрос, насколько работают сторис ВКонтакте, если какое-то необходимое количество сторис в сутки, режим демонстрации сторис, я в машине, это я, мои дети, работает, или лучше мысли, как человек, считаю, там в другом вписывается в мой продукт. Смотрите, пока то, что мы тестировали с друзьями и коллегами в плане сторис, у меня на странице 3080 с чем-то друзей, живые, нормальные люди, из них пара тысяч сейчас активно, еще 2000 подписчиков, ну, наверное, часть из них какие-то боты или масс-фолловеры, и у меня мой рекорд просмотра сторис был что-то типа 109, мне кажется, это не очень эффективный инструмент. Вот тут вопрос ко всем. А вы лично смотрите сторис в инстаграме? Пишите, да, смотрю в инстаграме, ой, господи, простите, отбой, вы лично смотрите сторис вконтакте? Пишу, да, смотрю вконтакте. И смотрели ли вы или смотрите их в инстаграме? Да, в инсте смотрела или нет, в инсте тоже не смотрела? Вот, смотрите, в ВК нет, в инсте да. В инсте да, в ВК нет, все виснет, в ВК смотрела, в сторис в ВК не смотрела, в ФБ смотреля. Короче, такое ощущение, что это вообще-то все такие. Потому что ВК, не были таки люди, что-то неудобно, кто вообще этот Вася Пупкин. Видимо, я с ним там училась со 2 по 3 класс. Все постят, потому что они привыкли в ВКонтакте, но никто не смотрит. И при этом, если вы делаете хорошие, интересные, развернутые, актуальные посты, то их сейчас видят. А вот у кого-то в ВК больше просмотров в сторис, чем в Инсте. Это прямо интересный случай. Там фигню всякую в сторис постят. Но еще в ВК все стараются себя прорекламировать. И как-то о себе там что-то рассказывать. В общем, там какая-то пока, знаете, такая немножко хаотическая толпа. И в ВК не очень удобно их смотреть. Поэтому есть ощущение, что надо подождать. Либо ВК что-то с этим сделает. Ну, либо попробовать делать, как вы делали с Инстаграмом в надежде, что эти 40 человек, которые на вас посмотрели, или 100, или 200, если вам повезло, они, тем не менее, ваши клиенты, это ваши касания. И, возможно, они подрядут и будут смотреть именно ваши сторисы. То есть, если раньше такой формат заходил в Инстаграме, даже ВКонтакте, это было не сильно принято, теперь все переехали. Может быть, что-то начнет работать. Этот момент надо смотреть и тестировать. Но вот у меня никакой мотивации делать сторис в ВК вообще нет. интерфейс не нравится, и реакции количество не нравится. Вот посты писать мне откликается сейчас намного больше. Пишу, поделаю, там сразу куча реакций, куча вовлеченности. Вот, ну что, по ВКонтакту, если есть еще какие-то вопросы, давайте пару-тройку минуту кому уделим, и перееду поговорить про Телеграм дальше. Нету вопросов. Телеграм. Варианты взаимодействия. Есть личный профиль, ну то есть ваш личный аккаунт. Есть каналы, можно делать частные, закрытые и открытые. Открытые будут доступны всем по ссылке, даже если они не подписаны, если у них даже нет аккаунтов. В Телеграме это нововведение недавнее. Есть чаты. Чаты можно объединять с каналами, можно делать за счет чата комментарии в своем канале, а можно делать некое комьюнити, то есть чат, в котором все болтают, и канал, в котором все вещается, и комментарии, которые тоже к этому чату привязаны. Нововведения, которые сделают нашу жизнь легче, это ссылка на личный профиль через телефон, либо ваш ник, юзерный. Вот, ну да, я уже сказала, открытые каналы будут доступны по ссылке. Сейчас, простите. по ссылке даже людям, у которых нет регистрации в соцсети. Сложности изначально это мессенджеры. Они сильно не хотят менять формат под какую-то классическую соцсеть. Поэтому логистика, потребление информации вообще не заточена на большое количество подписок ни на чаты, ни на каналы. Даже если ваши друзья, чтобы вас не обижать, ваши клиенты, коллеги подписались на ваши каналы, а там не супер гениальная блогерская какая-то уникальная информация полезная, то эти каналы намьют, то есть с выключенными уведомлениями, либо вообще запиханы в архив. Продвигаться дорого и сложно. То есть надо платить в других тематических каналах, где тоже люди перегреты информацией, а продвижение через официальную рекламу только каналов внутри Телеграма и только от каких-то достаточно солидных бюджетов. Я сейчас боюсь соврать, но там, в общем, с 20 тысячами на месяц, по-моему, вы не зайдете и смысла в этом не будет. То есть это канал поддержки, коммуникации с вашей хорошей лояльной аудиторией, если у вас есть уникальный и очень полезный контент, либо инструмент для создания некого комьюнити. Деловые какие-то чатики, чатики по интересам, каналы, про местную релокацию в другие страны, каналы про развитие бизнеса в текущей ситуации, каналы про вывод денег через криптовалюту, вот это вот сейчас, может быть, будет актуально. За все остальное внимание очень дорого и сложно бороться, но если у вас есть успешный кейс, этот кейс не был в Инстаграме блогер с 300 тысяч, очень лояльный аудиторий, поэтому он быстренько сделал канал на 50 тысяч человек, то, ну, в общем, я буду рада этому кейсу. Так, сейчас, если смысл накрутить немножко подписчиков в качестве социального доказательства ВК, я бы не стала этого делать, потому что вы себе, Саш, так убьете охваты, то есть, так у вас может быть охват на новых людей, на интересный контент зайдет, а накрутка вы убьете. Точно так же, как и покупать мертвые группы не надо, потому что охватов не будет. Сейчас, есть ли смысл запускать рекламу со ссылкой на группу ВК, канал Дзен, и так далее в других площадках ВК, Май Таргет. Не знаю, не могу ответить, надо тестировать, но прямо люди из одной соцсети очень не любят переходить в другую. Если как-то реклама своего сайта с услугами из ВК и в других каналах и релевантна, то где-то, например, даже сами соцсети могут не пропускать рекламу там, Ютуба, Телеграма и других социальных сетей. То есть, надо смотреть правила соцсети. Поэтому сложно сказать. Какая-то такая непростая стратегия, не уверена в ней. Вот Ольга пишет, что по-моему 1-2 миллиона на рекламу в Телеграм минимум может быть. Мне казалось, что там что-то про сотни тысяч было, но реально у меня в голове не осталось. Что делать со старыми фото в ВК и надо ли переносить туда инсту? Всю инсту не обязательно переносить, но только если хочется сохранить. Контент из инсты можно дублировать, если он классный, хороший, полезный и ценный. Старые фото в ВК, ну, если там у вас какой-то трэш, угар и не соответствует вашему текущему имиджу, наверное, лучше поархивировать и поудалять такие материалы. Вообще, ВКонтакте надо навести порядок, привести в порядок свою страничку, актуализировать информацию, посмотреть, у кого есть доступ к вашим альбомам, к вашей стенке и так далее. Насколько хорошо продвигают публикации ВК их схема, когда выбираешь тематику поста юмор, дизайн, т.д. Это будет очень широкий и очень пустой таргет. Чтобы работать с таргетом ВКонтакте, надо уметь с ним работать, разбираться. Я сейчас не смогу в рамках нашего вебинара детализации, но таргет ВКонтакте это не очень просто и пустив по интересам, мы можем просто расфукать бюджеты, особенно если они не очень большие, просто на пустую аудиторию. Там очень важно продумывать стратегию, работать с такими инструментами, как парсеры, ну и вообще прям погружаться, а лучше доверить это таргетологу, который умеет работать со ВКонтактом. Так, друзья, вопросы по телеграмму есть какие-то? давайте тогда перейдем к Яндексу. Я сегодня писала пост, в котором рассказывала, что даже если ты СММ-специалист и маркетолог, то не всегда можно хорошо знать про все каналы. Я про Яндекс. Зен знала, что там есть монетизация, если это блогер. я знала, что там хорошо индексируются статьи, которые содержат в себе много ключевых слов и ответы на часто искомые вопросы. Как сделать то-то? Почему от меня уходят мужчины? Какие-то такие вопросы для психологов, для кулинаров, для фитнес-тренеров тех же. какие-то по типовым вопросам пользователей там можно писать статьи и хорошо продвигаться. Это довольно имиджевый инструмент. Наверное, там можно аккумулировать, чтобы люди вас читали, любили, подписывались и покупали у вас. Но многие в Яндекс. Зене серфили просто по статьям, которые попадались им по интересу. И вот в связи со всеми этими событиями, в связи с переделкой рынка, в связи с тем, какие новости там активно показывались. Яндекс. Зен буквально недавно приостановил работу своей алгоритмической ленты. Я просто нашла пост официальный в канале Яндекс. Зена про их работу, Яндекс. Блог какой-то, где в комментариях творилась просто драка. Пользователи, которые зарабатывали на монетизации, просто потеряли все свои охваты. Яндекс сказал, мы не будем вас показывать в ленте рекомендации, работайте по своим подписчикам. Своих подписчиков у людей 100 человек, 50, 500, и это приносит 200 рублей в месяц в лучшем случае. Пользователи, которые были потребители информации, внезапно перестали получать интересную алгоритмизированную ленту, стали получать только рекомендованные какие-то еще окрашенные в политический контекст рекомендации самого Яндекс. с Дзеном. Они тоже стали говорить, что, знаете, вот в таком случае вы показываете нам всякую фигню, мы не хотим подписываться на всех авторов подряд, мы хотим читать то, что соответствует нашим интересам и серфить. Поэтому давайте так, если вам важно, чтобы у вас был некий блок, где можно писать тексты какие-то развернутые, и вы хотите, чтобы эти тексты хорошо индексировались поисковой системой, минимум Яндекс, но и Гугл неплохо по-моему индексирует, то вам есть смысл писать полезные статьи, сильно чистить не обязательно, то есть статья одна-две в неделю это вообще прекрасно, даже там одна в две недели, одна в месяц, это уже неплохо. Если вы, блогеры, хотели монетизации, наверное, надо посмотреть внимательно, что там сейчас происходит. Еще какое-то время назад Яндекс тоже вышел в конкуренцию с ТикТоком и сделал формат коротких видео и даже собирался спонсировать блогеров, которые их снимают, что у них до сих пор на эту тему висит, ну типа вот клип, ТикТок, Рилс, все туда же. Но сейчас там тоже какая-то беда с рекомендациями, поэтому маленькие охваты и очень демотивирует работать. Тоже, если вы вдруг специалисты там в ТикТоке, в Рилсах, просто сходите посмотрите, как это выглядит, что там в тренде, как все работает. Есть еще сервис Яндекс.Кью для экспертов. Люди спрашивают, эксперты отвечают, но это тоже сервис, который я только изучаю, пока по нему конкретики не дам, потому что возможно это просто какая-то трата времени, но может быть в этом и есть смысл, может быть кто-то оттуда и конвертируется в клиентов. Смотрите для себя, может быть тем же тренерам, каким-то психологам, коучам, специалистам по питанию есть смысл посмотреть, что спрашивают и посмотреть, насколько есть смысл тратить свое время туда. Для тех, у кого есть локальные бизнесы, обязательно учитывайте, заполните Яндекс.Карты. У нас на днях в бруснике выйдет статья про то, какие вообще сервисы Яндекса есть сейчас для бизнеса и как ими пользоваться. Вот Яндекс.Карта для локального сервиса может дать хороший приток к салону красоты, кафе, если у вас почему-то не было этого инструмента, цветочному магазину. И Яндекс.Услуги, посмотрите, это, наверное, аналог типа профи.ру, возможно, есть смысл там тоже зарегистрироваться, если вы оказываетесь какие-то независимые услуги. Ну, и Яндекс.Реклама, Яндекс.Директ это контекстная реклама, то есть по запросу там купить что-то, не знаю, желтый чемодан, уберу, черная речка, вот если вы продаете что-то конкретное, то есть смысл попробовать Яндекс.Директ, но надо понимать, что там много конкурентной истории, но как и в Гугле, в Яндексе, если раньше этот тип рекламы пробовали, скажем так, там юридические услуги, стоматологические услуги, установку окон, кухни, это что в SEO, что в контекстной рекламе продвигать довольно дорого. Такой вот основной обзор того, что есть. Если есть какие-то интересные соцсети, типы, про которые я не поговорила, что-то я не упомянула, или там вопросы, эти кейсы, буду рада, если вы поделитесь, готова дать микрофончик таким людям. Сейчас посмотрю на оставшиеся вопросы по тем соцсетям, которые обсудили, и вот перейдем к вопросам. Елена спрашивает, как часто стоит писать в Телеграме, если есть о чем писать, но не хочется всех достать. Слушайте, самая главная ценность информации, то есть каждый раз, когда вы хотите выложить в Телеграме пост, задайте себе вопрос, насколько он будет интересен и полезен вашей аудитории, ну, или пишите, когда не можете не писать, то есть если это что-то типа вашего личного блога, и вы там делитесь эмоциями, то возможно, это имеет какую-то перспективу. Если у вас чисто Инстаграм про бизнес, и вот пост ради поста точно не надо, то есть именно чистоту не подскажу, подскажу логику. О, Макс пишет интересную вещь, что по последним новостям Дзен продается ВКонтакту. Ну, посмотрим, посмотрим, как это все будет. Наталья Борисова спрашивает, ЖЖ сейчас имеет смысл использовать для написания статей, потом давать ссылки туда, или скорее личный дневник, а для статей лучше Яндекс. Дзен. Слушайте, ЖЖ, он, конечно, тут пытался воспрять, но это прям совсем Ленин мавзолей. Я не верю в него, если честно. Он даже как-то сильно не стал тут выступать и давать возможности. Ну, вот, он, мне кажется, полумертвый. Я бы использовала для статей Яндекс. Дзен, либо Телеграм-канал. Причем Яндекс. Дзен можно связать с Телеграм-каналом и, по-моему, там можно настроить автоматическую трансляцию. Пишешь развернутую статью в свой Телеграм-канал и она автоматически улетает через бота в твой Яндекс. Дзен, и Яндекс. Дзен за это не пессимизирует, потому что Телеграм-каналы типа закрытые, поэтому информация официально перепощена и как бы она не пессимизируется за счет того, что не уникальная. Тоже с Яндекс. Дзеном такой нюанс. Его еще можно с собственным сайтом было свести, чтобы статьи с блога на сайте туда транслировались, но это было возможно после достижения каких-то охватов, а так как они алгоритмы сейчас прикрыли, то эти охваты в принципе не достигнут, если у вас нету нескольких десятков тысяч людей, которые придут на вас, подпишутся, будут постоянно все смотреть. То есть Яндекс.Дзен ему очень важна уникальность статьи, тогда он ее рекомендовал в ленте и хорошо продвигал. Александра Лисицына спрашивает, можно ли получить хорошие результаты в ВК через кнопку продвигательной через рекламный кабинет? Не верю в это, честно говоря, поскольку не верю в быстрый, хороший, эффективный таргет. Может быть, если это личная страница, может быть, там можно выбрать, показывать друзьям и друзьям друзей, это локально интересный инструмент. Глобально бизнес нет. Надо прямо делать стратегии в кабинете, собирать аудиторию, тестировать, делать то, что называется look-alike, аудиторию, похожую на вашу клиентскую базу, загружать базы туда, работать с пикселями конверсии и другие технические штуки. вопрос, может ли массажист без лицензии как-то обойти требования к рекламе. Скорее всего, нет. Все медицинское, все околомедицинское, все телесные практики под вниманием, там очень сильная и жесткая модерация. Сменить категорию или как-то еще скорее всего, не настроить. Ирина спрашивает коллеги одну минутку, я так остыла от первого окошка. Перестану. В телеграме сейчас разные форматы контента, аудио, видео, транслирую. Сейчас, прошу прощения, у меня улетело, улетел вопрос. В телеграме сейчас разные форматы контента, пишет Ирина. Аудио, видеотрансляции, длинные посты, короткие ссылки, как определить самый эффективный. Спросите у вашей аудитории. Не додумывайте за них, не придумывайте. Может быть, для вас очень эффективно записать на бегу голосовое сообщение, но вы же хотите, чтобы ваша аудитория послушала его, чтобы ей было интересно, поэтому возьмите и поговорите со своими подписчиками, со своими клиентами, спросите, в каком виде им удобнее, интереснее потреблять информацию. Главное, именно польза для них должна быть в этом. Как повлияет на ВК выход иностранных партнеров с большими инвестициями? Наверное, плохо, но я вообще не экономист, я совершенно не понимаю, как устроен бизнес инвестиционный, если ВК именно инвестиционный, на них постоянный рост, наверное, плохо, но с другой стороны, знаете, ВКонтакте и Яндексу сейчас вообще странно жаловаться, сейчас все с оставшимися своими бюджетами, живыми бизнесами пройдут к ним, может быть, у них свои какие-то схемы выживания будут. Ирина спрашивает, Рутуб, живая альтернатива Ютубу или нет будущего? Слушайте, он такой странный, такой неудобный, такой непонятный, да, вот только пишет Рутуб, пока совсем голенький, неудобный, Александр пишет, Рутуб ролик из 9 марта на модерации, я бы сейчас на него не делала ставок, реально нет альтернативного адекватного видеосервиса русского, кроме как вот ВКонтакте. И вот, кстати, если у кого-то прямо вопрос видеоблоги, то одноклассники, потому что видео в одноклассниках было крутое, прикаченное еще в те времена, когда даже ВКонтакте сильно не озадачивался вопросами видео. Поэтому, если у вас что-то такое типа видеоблога, видеосоветов, вам нужна широкая аудитория, вот с этим можно пойти в одноклассники. Яндекс. Услуги, это же уровень бизнеса подчиняю Примуса. Я думаю, там надо ходить, смотреть, смотреть предложения, смотреть, имеет ли смысл именно вам с вашими услугами туда соваться или нет. Есть еще всякие площадки типа Profi.ru, Юла, Авито, возможно, на них как-то себя проявлять. Здесь, смотрите, не смогу вам дать универсальные схемы, потому что это вот совсем про малый бизнес, про независимых экспертов. К сожалению, глубоко я эту тему не изучала. Немножко поглядывала, как это для специалистов по красоте бывает, потому что с ними много работала. Немножко поглядывала, что и как делать психологам. Всем остальным ориентироваться на логику. Да, вот Ольга тоже добавляет, что одноклассники любят видео, хорошо аранжируются в Яндексе. Ну что, давайте еще две-три минутки вопросов или идей. Если кто-то хочет себя что-то сказать, то можно поднять ручку и может быть там они включат микрофончик тогда. Саша спрашивает планируем ли мой курс по продвижению ВКонтакте. Слушайте, пока прямо очень не хочу. То есть, если все придут и запишутся, может быть, да, но проблема в том, что я таргет понимаю, скажем так, как директор агентства. Я пойму отчет, я пойму стратегию, я не знаю, как все настраивается, а мои золотые специалисты хотят работать работу, а не преподавать. Они обе у меня не любят преподавать, и таргет это сложно. В идеале таргет это месяц-два обучение с куратором. Поэтому прикладной маркетинг вы в нем, я думаю, быстро и разберетесь, если уже с ним были связаны, работали в других соцсетях, а таргет лучше учиться у экспертов по преподаванию таргета ВКонтакте, скажем так. Сколько в среднем стоят услуги на таргетолога ВКонтакте? Сама работа может стоить от 10 до 30-40 тысяч рублей за настройку. Аня мне вернула права. Ага, спасибо. Начнем сделать акцент кучу для промо, в смысле для своей рекламы. Юля, поясните, пожалуйста, что под промо имелось в виду? Наверное, на своих компетенциях, на своих сильных сторонах. Это прям похоже больше индивидуальный вопрос, а на чем раньше делали. Курс по офферам, господи, подождите, офферы, это когда из игры за монетки люди подписываются? Или, Юля, что имеем в виду? Когда-то были такие офферы привлечения подписчиков группы, но, по-моему, это инструмент умер в 12-13 году. О чем речь? Наташа уже, правильно? Мама Сапиенс спрашивает, правильно? Я поняла, что массажисту в ВК можно продвигаться только через личные контакты, репосты, не через таргет. Если нет лицензии, то, скорее всего, да, к сожалению. Но личные посты на тему того, как что-то делать, какие-то упражнения, какие-то практики, с горящими глазами, писать, почему вы это делаете, что это дает, сколько это стоит, какие-то отзывы, кейсы, как человек не мог встать, а потом как затанцевал, это все будет продавать. Тем более, слушайте, мне кажется, что тренера и массажисты, вот сейчас людей немножко с головы попустят, у вас будет очередь, потому что все физически развалились, и рассказывать, как то, что вы делаете, даете, поможет человеку вернуться в ресурс, вам поможет набрать клиентскую базу. Вот Ольга делится информацией, что Target Hunter неплохое обучение, и у Румянцева. Слушайте, да, наверное, причем я Target Hunter очень уважаю, и может быть посмотреть на Олю офицерову, может быть она чему-то обучает. Дима Румянцева я очень уважаю специалистов как человека, но я слышала информацию, что у них скучноватые курсы, но с другой стороны, знаете, сейчас, наверное, не до развлечений, а если вы готовы вникать, то стоит сходить. Ну, и опять же, вот этот отзыв про скучноватое обучение я слышала несколько лет назад. Я думаю, Дима Румянцев и Наташа Франкель, они делают очень большую ставку на качество своего контента, так что, возможно, это действительно хорошие источники знаний, и они всегда проактуальны, особенно сейчас, они никогда не будут продавать воду и старье. Цена зависит от рекламного бюджета, спрашивает пользователь с айфона. Я думаю, это относилось к вопросу про таргетолога. У кого как? Есть люди, есть таргетологи, которые работают за таксу, типа настройка 20 тысяч рублей в месяц. А мы в агентстве работаем за процент от бюджета, и у нас минимальный бюджет 100 тысяч на, неважно на сколько соцсетей, на одну, две, три, и там 80% от самого бюджета работа строится. И есть дешевле, поскольку у нас агентство, у нас сразу команды работают, дизайнер, таргетолог, маркетолог над этим, над рекламной компанией трудятся. Коллеги, я не всегда успевала увидеть ваш вопрос, который относился к моему ответу на ваш вопрос, поэтому иногда не понимаю, про что речь. Слышали ли что-то про рекламу через Яндекс именно для сетевиков? Не понимаю, как они обходят систему? Не знаю, к сожалению, я лично, ну, у меня очень сложное отношение с сетевым бизнесом, поэтому я не изучаю глубоко этот вопрос и только в общих чертах могу подсказать общие вещи. А, Юлия про офферы имела в виду написание продающих смыслов для экспертов, работа с текстом, показать клиенту выгоду, уникальность, причину, купить продукт у вас. Мини-курс, если это возможно, многие спрашивают с клиентов, куда пойти на такое обучение. Слушайте, да, такой текст я могу, такой курс я могу с радостью сделаю, то есть, если реально есть спрос на то, как о себе писать, как писать продающие тексты, как писать тексты, которые действительно продают, они не убивают лояльность к вам от бесконечного купи-купи. Человек к нам подключается в конце вебинара. Здравствуйте, ЕЕ. Вот Юлия Волкова, это же мы знакомы, да, это же моя Юлия Волкова, которая у меня когда-то тоже и училась. Если это ты, то давай свяжемся, пообщаемся, а если это не ты, а другая Юлия Волкова, все равно напишите мне, давайте с вами что-нибудь придумаем. у меня есть какие-то наработки с прошлого СММ-курса даже, которые можно довольно быстро будет под это переделать, под актуальные реальности. Ага, спасибо, да, это наша Юля, придут личные сообщения. Ну что, коллеги, давайте еще буквально парочку вопросов и в 21.15 буду готова вас отпустить и отпустить себя. Пока напишите, пожалуйста, те, кому было, давайте оцените от одного минуса до трех плюсиков, насколько вам было полезно, где минус ничего нового не сказала, зря потратил время, я учту. Плюсик, типа, что-то было новенькое, два плюсика в целом полезно, три супер, очень помогла. Буду благодарна за такую обратную связь, потому что мне это иногда кажется, что я говорю такие очевидные вещи, но коллеги, друзья, и мой разум напоминает, что мне очевидно, другим людям не всегда очевидно. И спасибо большое за такие оценки. Нескромно скажу, что буду рада, если вы добавитесь в друзья в ВКонтакте, но если вы добавляетесь и не пишете, кто вы, даже если мы знакомы, я могу вас не узнать, поэтому просто в директе напишите, что я с вашего вебинара, или мы с тобой знакомы из Инстаграма, или даже я читала тебя в Инстаграме, и я вас добавлю в друзья, потому что все остальные у меня просто незнакомые висят в подписчиках. Сейчас в ВКонтакте вы, думаю, заметили очень много масс-фолловеров, те, кто пытается добавляться ради количества и, видимо, ради того, чтобы вам потом втюхивать свои услуги, но пытаются как масс-фолловингом в Инстаграме в свое время справиться с ситуацией отсутствия людей. Вот, я на личной странице ВКонтакте развернула большую образовательную деятельность. Если ВКонтакте набрать Техиполонское, я единственная, более того, я там с галочкой, то есть у меня оправленная ВКонтакте страница, так как я вроде как публичная медийная личность, широко известная в узких кругах, поэтому мне даровали голубенькую галочку, это я. Вот, и я там посты с ссылками, с материалами, какие-то статьи, что делать. Сейчас буду изучать Яндекс.Дзен, буду прямо в процессе делиться. Ольга спрашивает, расскажите, как получить голубую галочку. Во ВКонтакте это не очень сложно, для этого нужно быть плюс-минус известным человеком, иметь публикации, иметь книгу, иметь какие-то публикации в СМИ, чтобы плюс-минус с вами сотрудничала, может быть, появляться на телевизоре, либо иметь какой-то блог, либо иметь какой-то более-менее известный бизнес. Это не очень сложно, то есть, любой плюс-минус публичный человек, который доказывает, что он действительно публичный, может пройти вот эту модерацию. Заказные СМИ считают, возможно, да, но там же как бы не написано большими буквами, что типа это реклама, там, если человек публиковался в СМИ, скорее всего, может, если он публиковался в СМИ, если есть какая-то, не знаю, подборка его выступлений публичных на большую аудиторию, это все может быть теми социальными доказательствами, ради, благодаря которым вам дадут эту галочку. Еще для галочки очень важна двойная аутентификация, то есть максимальная защита страницы, но это вам все там в правилах будет написано. То есть прямо если пойти в Google и сказать, как получить подтверждение, официальное подтверждение или голубую галочку ВКонтакте, то может перекинуть на VK Live блог или какой-нибудь блог с ответами на вопросы, там прям будет инструкция, что нужно. Есть издания, которые зарабатывают на публикации статей разных экспертов в тип персона. Возможно, но такие могут не прокатить, но если вы, например, зайдете в Человек-дело к Тимофею Кареба, там можно прям даже красивую сторону сделать, потому что человек дело публикует и платно, и бесплатно. Не будет понятно, что это платная публикация. Ну что, коллеги, спасибо вам большое. У нас было 50 человек, это довольно приятное количество. Катя Крапивина, спасибо тебе огромное за твой Zoom. Если вы живете в Петербурге и хотите сходить на расстановки или классные тренинги, обручайтесь к Кате. Если действительно актуально, можно написать мне, я дам ссылочку на Катю. Катя, тренинговый центр. Аня Ушанова пишет, что у нас было в лучшие моменты 55. Это приятно. Всем хорошего вечера. Будем на связи. Презентацию в рассылочке мы вышлем, наверное, завтра, потому что нам надо будет технического специалиста этим загрузить. Будем ли мы продавать такой между собой? Я честно подумаю, завтра примем решение, наверное. Спасибо всем. Хорошего вечера. Счастливо. 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 Счастливо.